Ошибка ценой в жизнь. В Махачкале из-за неправильно поставленного диагноза и потерянного драгоценного времени скончался 13-летний мальчик. Врачи частной клиники, где обследовался мальчик, не считают себя виноватыми, ведь диагноз, по их словам, был поставлен в государственном учреждении. Хронологию событий восстанавливала Патимат Ханапова. 13-летний Абакар скончался в реанимационной палате инфекционной больницы Махачкалы. К летальному исходу, по словам специалистов, привел неверный диагноз – геморрагический воскулит. И только после было установлено уже верное медицинское заключение – менингококковая инфекция. Но уже было поздно. Форма болезни оказалась одной из мальненосно протекающих. По заявлению Минздрава, неправильный диагноз был установлен в частной клинике Панацея. Однако руководство медицинского центра отрицает причастность к трагедии. По словам главврача, их специалистами была оказана консультативная помощь, а диагностика была проведена уже в другом государственном учреждении. Учитывая тяжественное состояние самого мальчика, мы рекомендуем обратиться в профильное учреждение, куда она и уехала. То есть она находилась здесь где-то ориентирующаяся около часа. А вот то есть диагнозы вы не ставили? Мы диагностикой не занимались. Так как она сотрудница, она сама прекрасно все понимала, мы не занимались лечением пациента. То есть в течение часа от момента обращения к нам он уже находился в детской республиканской клинической больнице. Узнать хронологию событий у родственников погибшего мальчика нам так и не удалось. На данный момент они оказались морально не готовы давать комментарий. Однако по информации некоторых источников, родители подтверждают невиновность Панацеи в смерти ребенка. Министерство здравоохранения не преследовало целью обвинять какие-либо медицинские учреждения. И прежде всего имела цель настороженность медиков в отношении молниеносного течения подобного рода заболеваний. Но тем не менее, от того, что подчеркивал, что ребенок в первое учреждение, в которое обратился ребенок, был частный или не государственный медицинское учреждение, делался на это акцент только потому, что такие дети или такие пациенты могут обращаться в подобного рода центры. И хотелось бы, чтобы у них была такая же настороженность в отношении возможности возникновения этих заболеваний у других пациентов. Возможно, обращение родителей в первую очередь именно в эту частную клинику было связано с тем, что мать ребенка является сотрудницей учреждения. Обратилась она 11 января. Тогда ребенок все еще стоял самостоятельно на ногах, был в сознании, но в ослабленном состоянии. А после уже его самочувствие стало мгновенно ухудшаться. Через сутки мальчик скончался. На данный момент проводится вакцинация и профилактика всех контактных лиц с ребенком, в том числе и в школе, где учился мальчик. Патемат Ханапова, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.